в этом видео рассмотрим как добавлять информацию о музыкантах диджеев в теме music play на wordpress меня зовут федор васильев и подробности в этом видео и так music play тема позволяет нам размещать информацию фотографию информацию об авторах музыкальных исполнительно это мог быть музыканты диджеи и подобные личности как это оформляется в теме music play давайте посмотрим в админке нашего сайта здесь называется артист также сначала создаются категории то есть кликаем сюда у меня еще ничего не создано первая категория пускай будет например музыканты добавляю эту категорию и диджей в 2 категории добавил теперь добавляем самого артиста или музыканта как это выглядит если вы смотрели мои предыдущие уроки здесь все похоже как мы создавали альбом только здесь у нас присущи другие поля нажимаем вот на эту кнопку в заголовке вы пишете имя музыканта которую вы хотите добавить на сайт ну я добавлю себя просто для примера дальше здесь вы выбираете эту категорию который музыкант относится да ну пускай диджей изображение важный очень момент изображение то есть лицо этого музыканта которую вы добавляете я загружаю с компьютера я подготовил две фотографии одного размера себя и действительно музыкантом просто для примера добавляю обе выбираю себя вставить здесь размещается это самое основное а вот дальше идем вот здесь смотрим по полям что здесь есть и что мы можем добавить первое из названий понятно никнейм это типа псевдоним я напишу федор следующем поле вводится дата рождения данного музыканта кликаем в это поле появляется к календаре выбирайте дату я возьму просто произвольную дату следующее поле это место рождения данного музыканта данные поля не обязательны то есть не обязательно заполнить все можете заполнить только то что вам интересно следующее поле это жанры музыки данный исполнитель в каком жанре выступает да то есть диджей музыкант который пишет музыку можете здесь на перечислить жанры я напишу просто электро следующее поле не совсем понятно из перевода надо просто смотреть что отображается что-то связано с активными годами. Я английский не очень хорошо знаю. Посмотреть, где этот отображается, да, можно поле это вообще не заполнять. Дальше веб-сайт URL. Например, у этого музыканта, если это какой-то общий сайт всех музыкантов, возможно, есть отдельная страничка в интернете, можно здесь указать. Следующее это дополнительные поля. Неограниченным можно добавить, то есть лейбл и потом название. Что-то похожее мы с вами уже делали при создании альбома. Здесь все по аналогии. Надо, если дополнительные, то есть как вот выше мы поля добавляли, если есть какая-то информация, которую вы хотите указать об этом авторе и здесь не хватает полей, вот пожалуйста, добавляйте поля, пишите информацию. Следующее поле там, где в социальных сетях есть данный автор. В подсказке нам сказано, укажите каждую соцсеть в новой строке. То есть вот я, например, указываю группу ВКонтакте и укажу канал YouTube. Следующие поля, вот начиная отсюда и вот этого поля, это дни недели, то есть вот это понедельник, вторник. Нам говорится здесь, укажите время. Я так понимаю, часы работы в дни недели. Если надо, можно указать. Давайте попробуем для понедельника указать. Попробуем вот так вот написать, посмотрим, как это выглядит на сайте и дальше уже сможем решать, как это лучше здесь расписать. После вот этой даты, дня недели, дальше я не рассказываю, это эстетичные опции, абсолютно те же, которые у нас были для страницы, для музыкального альбома. Мы с вами тоже проходили. То есть все то же самое здесь настраивается, абсолютно прям вплоть до нижнего чекбокса. Просто нет смысла одно и то же пережевывать, я думаю, вы здесь это понимаете. То есть вот на этом уровне можем опубликовать, и дальше нам остается посмотреть, как это выводится на сайте, добавить еще сюда авторов и так далее. То есть вот так вот смотрим, вот этот артист один здесь есть. Теперь к альбомам. Не забываем, что в идеале нужно подвязать созданные альбомы на сайте к данному музыканту. Ну то есть скажем, этот музыкант создал альбомы, которые вы уже добавили на сайт. Их лучше связывать вместе. Давайте посмотрим, как это делается. Я перехожу в альбомы. Ранее мы с вами в уроках создавали эти альбомы. Давайте зайдем в последний какой-нибудь альбом, посмотрим, где это добавляется. Раскроем вот эти опции. Сразу вот здесь вот созданные артисты будут у вас списком. Я добавил только одного артиста себя, поэтому здесь он сразу виден. Видите, артист name. Просто его здесь выбираем. То есть все опции связаны с артистом только у нас здесь находятся. Обновимся и пройдем в этот альбом, посмотрим, как это все отображается. У меня это находится здесь. Захожу внутрь. Как только вы связываете артиста с альбомом, он появляется вот здесь. Сразу с аватаркой в кругу. То есть это все автоматически делается. Имя этого музыканта сразу является ссылкой. Если я кликну по ссылке, я перейду вот на такую страницу автора. И то, что мы с вами делали. То есть смотрите. Изображение. Артист name. Федор. Дата рождения. Ульяновск. В стиле электро. Смотрите, там, где иконки есть, YouTube, иконка подставляется. Видимо, они не добавили ВКонтакте, поэтому ВКонтакте здесь иконка не появляется. То есть ВКонтакте добавлять не получится. Вы помните, я добавил ВКонтакте и YouTube. Вот YouTube, он есть. Он у нас появляется, а ВКонтакте нет. И ссылка с сайта данного музыканта здесь тоже отображается. В этом плане все нормально. Кстати, описание обязательно не оставляйте пустым. Здесь внизу будет информация еще альбомы данного автора. Если будут добавлены еще альбомы, связанные альбомы с этим автором, тогда здесь они будут в списке. Вот здесь вот пустая область у нас идет. Как это заполняется, да? Возвращаемся в артисты. Сюда. Заходим. Вот сюда, вот в описании. Обязательно добавьте описание артиста. То есть вот я добавил описание. Обновим эту страницу. Вот здесь у нас будет показано описание. Теперь выводим артистов в пункты меню. В наше меню вот сюда. Здесь у нас есть пример страницы. Страница по сути ни о чем, да? Я предлагаю ее изменить. Пускай это будут музыканты здесь. Или диджеи. Переходим. Страницы. То есть это будет та страница, которая отображает всех артистов, добавленных к вам на сайт. Так же, как это выглядит, например, вот альбомы. Страница альбомов. Вот так выводится. Так же артисты будут выводиться. Столько в колонок, сколько вам нужно. Как вам больше нравится. То есть вот перехожу я пример страницы. Я переименую ее. Назову музыканты. Описание здесь все удалю. Здесь такая ситуация. Если вы хотите все скопом на одну страницу всех музыкантов выводить, тогда вам подойдет просто вот здесь вот выбрать. Вот видите, артист начинается. Потом артист. Три колонки. То есть два варианта. Давайте проверим. Обновить. Да, не забывайте, кстати, альяс тоже вот так вот изменять, чтобы он подставлялся именно от измененного заголовка. Если вы существующие страницы меняете, не забывайте это делать. В альясе тоже должно быть все правильно, красиво. Еще раз обновлюсь. Пойду на главную страницу. Вот у нас страница переименовалась. Музыканты. Давайте я сюда зайду. Вижу только одного музыканта, потому что только один добавлен. И можно посмотреть вот этот вариант. Просто артист. Обновимся. Просто выглядит чуть крупнее. Сейчас я добавлю еще одного артиста, чтобы картина была более ясная. Если вы хотите, чтобы это выглядело более вот так вот крупно, как у меня, то есть, например, также такого же размера, как вот эти вот альбомы, во-первых, и картинки должны быть, как у альбомов, того же размера. То есть, фотографии музыкантов. Чтобы было так же, тогда я сейчас покажу вам, что нужно сделать. Возвращаемся на страницу музыкантов. Здесь вы выбираете шаблон, базовый шаблон, самый низ и шорткод. Здесь я нахожу артист. Здесь вы можете артист по идентификаторам выводить, или артист из категорий. Из разных, из одной, как хотите. Вот у меня только одна категория, я ее выделяю здесь. И здесь хоть пять колонок делайте. То есть, если делаем как альбомы, то это четыре колонки. Выбираем здесь. На странице сколько артистов выводить. ID. Можем это не трогать. И здесь, например, недавно добавлены артисты первыми, чтобы отображались. Тогда вот этот вариант. Все. Нажимаем на эту кнопку. Помещается шорткод. Обновляемся. И тогда будет у вас выглядеть вот так. Я добавил только двух персонажей, поэтому здесь у меня такой пробел получается. Как только добавлю еще двух, будет четыре в четыре колонки. Смотреться будет нормально. То есть, вот так вот добавляются музыканты на сайт. Смотреться будет.